Это вечерние новости на RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем. По меньшей мере 95 человек погибли в результате наводнений в Испании, ставших самым разрушительным стихийным бедствием в этой стране за последние годы. Из-за проливных дождей улицы превратились в реки, многие дома оказались затоплены, было нарушено движение транспорта. Дожди, которые начались во вторник, вызвали наводнения на юге и востоке Испании, от Малаги до Валенсии. Полиция и спасательные службы использовали вертолеты для эвакуации людей и резиновые лодки, чтобы добраться до водителей, застрявших на крышах машин. Экстренные службы региона Валенсия подтвердили гибель 92 человек. Два человека погибли в соседнем регионе Кастильо-Ла-Манча, еще один в Андалуссии. «Обращаюсь к тем, кто ищет своих близких. Вся Испания чувствует вашу боль», – заявил премьер-министр Педро Санчес, выступая по телевидению. Пострадавшие районы направлены спасатели и более 1100 солдат из национального подразделения экстренного реагирования. Центральное правительство Испании создало кризисный комитет для координации спасательных работ. Особые потери понес город Пайпорта с населением 25 тысяч человек в Валенсии. Мэр города Морибель Альбалат сообщила о более 30 погибших, включая шестерых жителей дома для престарелых. «Мы не знаем, что произошло, но за 10 минут деревня была заполнена водой», – сказала она. Национальная служба погоды Испании сообщила, что за 8 часов в Валенсии выпало больше осадков, чем за предыдущие 20 месяцев. Последние годы Испания сталкивалась с аналогичными осенними штурмами, однако они несравнимы с разрушениями последних дней, которые напоминают наводнения в Германии и Бельгии в 2021 году, в которых погибли 230 человек. Частичный пересчет бюллетеней с парламентских выборов в Грузии подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта», сообщает агентство «Фрэнс Пресс» сегодня со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны. В заявлении ЦИК говорится, что пересчет бюллетеней на 12% избирательных участков, на которых проголосовали 14% избирателей, не привел к существенному изменению ранее объявленных официальных результатов. Итоговые протоколы лишь незначительно изменились на 9% пересчитанных избирательных участков, отмечается в сообщении. Пересчет голосов состоялся 29 октября. Участки для пересчета были выбраны путем жеребьевки. В среду прокуратура Грузии сообщила, что начала расследование по поводу заявлений президента страны Саламе Зарубишвили и представителей оппозиции о фальсификации парламентских выборов. Зарубишвили была вызвана в ведомство для отдачи разъяснений. Президент сочла вызов ее в прокуратуру нерелевантным и отказалась туда идти, поскольку, по ее словам, прокуроры должны вести расследование сами. Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,9% голосов, но оппозиция с результатами не согласилась. Зарубишвили назвала выборы тотальной фальсификацией и заявила, что не признает их, а все четыре оппозиционные партии, преодолевшие 5% барьер, объявили, что бойкотируют новый парламент. Американские авиакомпании теперь обязаны предоставлять пассажирам автоматический возврат средств за отмененные или значительно задержанные рейсы, а также за услуги, которые были оплачены, но не были предоставлены, такие как Wi-Fi или иные развлечения. «Пассажиры заслуживают получить свои деньги обратно без головной боли или торга. Сегодня наше правило автоматического возврата вступает в полную силу. Авиакомпании обязаны предоставлять быстрые денежные возвраты без необходимости для пассажиров просить об этом», — сказал министр транспорта Пит Бутиджич в сообщении на социальной платформе «Экс». Ранее авиакомпании могли решать, как долго может длиться задержка, прежде чем возвращать деньги. Однако теперь, согласно правилу, значительная задержка определяется как задержка продолжительностью не менее трех часов для внутренних рейсов и шести часов для международных. Министерство транспорта заявило, что пассажирам необходимо вернуть деньги в течение семи рабочих дней, если они купили билет с помощью кредитной карты, и двадцати календарных дней, если они использовали другой способ оплаты. Постановление также позволяет пассажирам получать возмещение за зарегистрированный багаж, если он утерян и не доставлен в течение 12 часов с момента прибытия внутреннего рейса, и от 15 до 30 часов с момента прибытия рейса международного. В это воскресенье, 3 ноября, Нью-Йорк вновь станет ареной одного из крупнейших марафонов мира, где более 50 тысяч бегунов из разных стран стремятся на стартовый рубеж на Стейтен-Айленд. Участникам предстоит преодолеть 26,2 мили, это около 42 километров, проходящие через все пять районов города, создавая неповторимую атмосферу единства и силы духа. Организаторы ожидают, что среднее время прохождения дистанции составит порядка 4 часов 40 минут. Те, кто желает поддержать бегунов, смогут сделать это начиная с третьей мили маршрута, а для ценителей комфорта на финише в Центральном парке предусмотрены специальные трибуны для зрителей. Зрителям стоит учитывать, что марафон вызовет серьезные изменения в дорожной ситуации. Городские улицы на всем маршруте будут перекрыты для обеспечения безопасности участников. Подробный список закрытых улиц и карта маршрута доступны на официальном сайте Нью-Йоркского департамента транспорта. В этом году марафон обещает стать ярким событием не только для его участников, но и для десятков тысяч зрителей, которые смогут наблюдать за действием вживую. Организаторы предусмотрели зоны для комфортного наблюдения, чтобы каждый мог поддержать участников, почувствовать масштаб и вдохновение этого спортивного праздника. Для Нью-Йорка марафон не просто спортивное событие, но и важное культурное явление, объединяющее людей и демонстрирующее силу человеческого духа и решимость. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...